Субтитры делал DimaTorzok 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 Это вообще жесть Там короче Это какая-то старая-старая Вот в этом Троддене там короче Разыгран квест И ему заходит Лерой Он его бафает Кобылой за ноль Ставит два манипулятора У него три Лероя 11.7 на столе Как-то сильно жестко звучит Это в каком-нибудь вольном формате? Нет В стандарте На 20 ранге? Нет, в легенде В легенде еще вот это он удивлял народ Стоп-стоп, по-моему, на стриме Ничего себе Ну ладно, вернемся к нашей игре Я хочу отметить Просто потрясный заход от Преста У него есть все зачистки У него еще есть Жрец Обжора На случай, если он вдруг просядет по здоровью И есть и Раза, и ДК В десяти картах ему все зашло Ну, судя по этой руке Победа в пользу Преста Да И я думаю, сейчас взяли Драконьего огня И в принципе, если не живая мана На следующий ход заходит А что-то другое То можно сдаваться Потому что единственное, что спасет в этой ситуации Только живая мана Да, и то, если у Преста не окажется в ответ ментального Угу Поэтому такая битва топ-деков Ну, конечно, нет смысла прям сдаваться Вот, грубо говоря, зашел тебе огневичок Ты как бы не умираешь Как бы не умираешь Но выиграть, я думаю, уже... Ты ставишь огневичка Ты наносишь ему Один, два, там, три урона захода Он хилится на два И при том сам занимает стол Да И условно говоря, представь, сейчас даже Рец обжора Слово силы щит И все Я думаю, тут можно Друиду сдаваться На вот этом ходу Я говорю, это очень тяжелый матчап для Агродруида Потому что, ну, это прям Прям невероятно тяжело Можно, знаешь, специально вот именно Сделать Агродруида, чтобы он хорошо играл с Престами Ты, грубо говоря, там убираешь какие-то тройки Например, Владык Склепа Добавляешь птенцов, которые, ну, могут побеждать Престов соло Просто нужен заход Да, добавляешь Гида Агродруиду Нужны, во-первых, бафы стартовые Нужен один баф Ей нужны какие-то мелкие существа Если тебе удается Да даже не обязательно рев Но если тебе удается за первые три хода выставить стол Ты просто разобьешь Престу лицо Потому что до шестого приз не может зачистить Никак забафанных существ По три хп Так, ну все-таки сдается у нас времена Решил не тянуть Ну да, тут нет смысла тянуть Ну и нужно будет сейчас тоже очень непростого оппонента победить Это, я так понимаю, Джей Друид у нас от Адреналина Ну да Я предполагаю, судя по набору колод, что это, наверное, будет Джей Друид Это Джей Друид я посмотрела Да, а Джей Друид В принципе, Агродруид, ну, неплохо может играть с Джей Друидами, если ему вначале нормально зайдет Если чума не заходит Ну да, ползучая чума, это похоронная Ползучая чума хоронит вообще любую игру Что Прест, что Паладин, что Рога Ты просто ставишь против любой игры ползучую чуму и все Рога, знаешь, более-менее может, если у него на столе куча жирных существ Типа у него, если их много, но они там могут быть драконы Ван Клифф там 8-8, что-нибудь такое еще Если такое в идеале Обычно это там пиратики 1-1 И там может в лучшем случае один коридорный ужас у тебя стоит Так, ну посмотрим Получима есть Получима уже есть, возможно, даже стоит оставить в стартовой руке Да, вот надо думать, на самом деле, оставить чуму И все Наверное, все, да, свайп Вот я бы чуму действительно оставляла Так, ну а со стороны времен, конечно, возможно Стоит оставить пирата-глазастик, но это не точно Он даже оставил чуму и свайп Да, ну и вот есть еще и магический Да, кстати, тоже очень сильная комбан Получую чуму И плюс еще, смотри, сейчас призовется таун, скорее всего, за 4 Плохо, да, даже если Либо, конечно, флендером может еще быть Да, тоже хороший вариант Монетка друид-роевик, я думаю, нужно играть Или даже, скорее, монетка краб Краб И следующим, чтобы бафнуть краба Следующая метка шараджа, потом пираты И там, глядишь, что-то как-то может и получиться Ой-ой-ой, шикарный топ Следующим ходом уже зов Еще пойдет Метка шараджа вроде неплохо Стоит у нас как будто Йети на столе, но К сожалению, Йети может не хватить Кстати, вчера я тут Видела, значит, о вартеранге Друида с Йети Он, наверное, с 2013-го не играл Наверное Причем у меня друг такой зашел посмотреть О, Йети, говорит, я эту карту действительно с 2013-го не видел Но бывает Она играла, знаешь, до выхода губленные гномы А потом все крошеров поставили, потому что они тупо сильнее Да А так, в принципе, да, я помню У него хорошая карта, конечно, по статам Так, ну что, я думаю, просто разгон по мане Да, вообще все шикарно Размах тут особо нет смысла отдавать в 4-2 Да, разгон по мане, обилка в лицо И следующим ходом, если что, есть чумас Мас Да, а если мало существ будет на столе, то можно сыграть просто нефритовое чудище Да, наверное, даже чудище подождать, чтобы он стол заставил Не, ну он, может, видишь, сейчас заставить, и тогда имеет смысл сыграть чуму Ну да Вот На 4 существа, надо думать Тут даже не скажу Тяжело сказать Я думаю Я думаю, наверное, надо Я думаю, пока слон Я думаю, нужно сыграть вот сейчас чуму, а потом ее бафнуть на атаку Ты сейчас размениваешься, играешь чуму и деспот, а потом бафаешь на атаку и с вайпом добиваешь тех, кто еще выжил Я решил чуму Деспоты эти, конечно, хорошо играют Особенно с чумой очень сильно получаются Он убьет, смотри, одного точно убьет Второго может быть, если сейчас пойдет глазастик на стол А если пойдет кобальтовый губитель, то нет Ну не везет, конечно, времена У него вторую игру подряд нет ни одного бафа в руке Ты что сейчас делает свайп, Лена? Это будет такая грязь Вторую игру подряд нет ни одного бафа в руке Вообще ни одного Как будто их в колоде нет У него, знаешь, на существах друид Да Без бафов Пятый ход И, кстати, живую ману мы тоже вторую игру не видим вообще Очень интересно Так, ну умирает еще один, поэтому Хотя, так смотрю Чуть слабее у нас становится Развилка в плане бафа атаки Но, опять же, не настолько прямо слабее Ну, свайп, конечно, точно нужно играть Ну, все бафы есть Я сейчас посмотрела, может быть Нету, но есть бафы Свайп можно кинуть в 1.8 Забить его Если Можно Если один раз сыграть на атаку У нас будет 2.5 И 5.4 А если два раза, то 6.5 Можно два раза на атаку Размен сюда 6.4 И 3.5 Свайп Вот эта вода пирата И останется на столе один коридорный ужас Который умрет в размине Исследовать тьму Я никогда не читал, как называют эти Съесть гриб Исследовать тьму Обыскать сундук Я тоже не читала Съесть гриб, конечно, забавно Смотри, ну предпочитает съесть один гриб Ну в принципе, почему бы как бы и нет Почему бы не поесть грибов? Коридорный ужас Да, сейчас убьет одного из жуков с корабеев Но с другой стороны он умрет На следующий ход гарантированно И Все очень неплохо у адреналина Потому что у него есть добор У него есть Разгон по джейдам Плюс таунты, которые впитают какой-то урон Смотри, он сперва хотел сыграть Кобальтового губителя, но передумал И это вот как бы не стало ошибкой О, еще и почистит Можно почистить на поляну Да Я думаю, смотри, да Размен Всего героя убить вот этого пирата И поставить нефритовое чудище Прям И шикарный стол, все хорошо Молодец Времена в плане того, что взял агролайнап И решил попытать удачу Ну, судя по всему, на этом этапе Какой, значит, третий тур Судя по всему, удача для него закончилась Потому что, ну Ну, на самом деле Плоховатые заходы у него Просто плоховатые Во-первых, колоды чуть-чуть Вот эти райвики Живой маны до сих пор нет Вернее, не райвики Вот эти таунты за три маны Водыки склепа Да, их лучше убрать Они хороши, когда ты играешь агро Лайнапы Ну, агро на агру Они хороши Тут как бы не угадаешь же Против кого ты попадешься Ну, да Ну, сейчас такая мета Просто в основном контроль Как ни крути, да Вот Поэтому я бы рассчитывала К этому мы пришли У нас реально контроль мета У нас присты У нас варлоки Да Ну, в какой-то степени Джейддруиды Это не совсем прям контроль Колода, но такая Ну и плюс ему ни в одной игре Не зашли Ни бафы Да, ни бафы Ни живая мана Ему очень не повезло А есть у него там гидр или что-то такое Ну, коридор Нет, гидр нет Коридорный ужас И кобальтовый губитель Смотри, ну это все Причем у него даже нету кобыл Ядовитые паучки убивают 1.8 Да Можно добрать 3 карты Ну, хотя на самом деле Да тут уже Друид вообще в любом порядке Можно карты из колоды играть Да, вот Дрена все настолько прекрасно Я думаю, времена пора сдавать Друида Да Тут уже стол никак не камбэк И агродруид, к сожалению, его подводит Даже живая мана сейчас уже, по сути, ничего не сделает Слишком псих Добилки еще будут забираться Краб приходит Ну К сожалению, 0.2 для агродруида И в дальнейших матчах агродруида мы уже не увидим Ну, адреналина, поздравляем Хорошо показал себя Смог законтрить раннюю агрессию от оппонента И перевернуть где-то на среднем этапе игры Поэтому адреналин проходит следующий тур Ну, а мы, собственно, уходим на небольшой перерыв Чтобы вернуться к вам буквально минут через 10 Далеко не уходите, слушайте музыку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...